5-6 августа в Саудовской Аравии пройдет уже вторая конференция, посвященная достижению мира в Украине. В начале августа в городе Джидда пройдут мирные переговоры о войне в Украине. На конференции ожидается прибытие чиновников из 30 стран Запада, включая США и ЕС, а также ключевых развивающихся стран, среди которых Индия, ЮАР и Бразилия. Представителей России на данное мероприятие, само собой, не пригласили. Идет работа по расширению числа участников вот этого копенгагенского формата. Это очень условное название, потому что первая конференция такая была именно в Копенгагене. Главное, что кто там участвует? Украина, страны Большой Семерки и страны глобального юга. Страны Латинской Америки, Африки, Азии. Напомним, что в 20-х числах июня этого года в Копенгагене прошла первая конференция. Тогда на уровне послов подробно рассматривался каждый пункт формулы мира Владимира Зеленского. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, он заявил о том, как будет идти работа. Она будет идти на разных уровнях. В частности, по каждому пункту формулы мира Зеленского будет идти конкретизация, разработка конкретных механизмов реализации этого пункта. Например, продовольственная, глобально-продовольственная безопасность. Многие страны из числа участников переговоров уже представляли миру свои мирные инициативы. Конференция же послужит эдакой площадкой для обсуждений, дискуссий и поиска компромиссов. Тут важно скоординировать позицию Украины с позицией различных стран мира, которые выдвигают свои мирные инициативы. То есть Украина вместе с нашими партнерами предлагает таким странам, как Бразилия, Южная Африка, Индия, Саудовская Аравия, Турция. Предлагает. Мы готовы обсуждать. У нас есть наша формула мира, есть ваши мирные инициативы. Давайте обсуждать. Украина неоднократно заявляла о том, что готова к диалогу с партнерами. Главное, чтобы их мирные инициативы не подразумевали заморозку войны и утраты Украиной своих международно признанных территорий. Мы глубоко убеждены, что именно украинский мирный план должен быть взят за основу, потому что война идет именно на нашей земле. В то же время в процессе консультации со всеми заинтересованными сторонами мы стремимся учесть их мнение и позиции. Джида станет второй фазой после Копенгагена. Встреча пройдет на уровне советников по национальной безопасности. Главная задача – поиск оптимальных формулировок и механизмов имплементации украинского мирного плана. Результатом переговоров с Саудовской Аравией должен стать саммит мира в конце 2023 года, на котором на уровне лидеров государств будет подписан документ о принципах окончания войны в Украине. Эти принципы, основанные на формуле мира Зеленского, и станут базой для любых мирных переговоров.